Мы продолжим обсуждать, ну, скажем так, экономику, предпринимателей, бизнесменов. С нами на связи Гарик Карагоцкий, бизнесмен из Украины, Евгений Чичваркин. Бизнесмен, ну, скажу, из России, но сейчас находится в Лондоне. Здравствуйте. 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 Добрый день. Евгений, к вам, наверное, первый вопрос будет. Вот когда вводились санкции, когда только-только началась война? Как вам кажется, почему такая маленькая часть предпринимателей в России высказались и то не сильно категорично? Ну, какая-то часть высказалась категорично, но в основном все остались в России, поддержали Путина и, ну, не знаю, не вывели капиталы и не уехали из страны. Ну, вы знаете, почему, когда людей расстреливают, они в основном стоят у стенки и не бегут, не нападают на людей с оружием? Потому что у тех людей оружие, они точно тебя расстреляют. И поэтому поведение человека обусловлено размером страха и размером рисков, которые в случае неправильного поведения будут, ну, как бы, тебя могут просто все отобрать и надолго посадить и запытать в тюрьме. Поэтому люди молчат и не высказываются. Это очень сложно объяснить украинцам, которые 33 года жили в стране со свободой слова, политическим процессом, парламентскими дискуссиями, драками в парламенте с шести сменными президентами. Ну, тем не менее, я не знаю, есть же бизнесмены, которые остались за рубежом, как-то вывели деньги, да, кто-то, чьи-то активы попали под арест. А родители еще в России, а квартиры еще в России, еще что-то в России. А боятся, что новичок прилетит, а боятся, что, там, не знаю, какой-нибудь, там, тесть работает в оборонке. Таких историй просто тысячи. И некоторые люди просто вообще боятся быть публичными, потому что привыкли делать деньги в абсолютной тишине, потому что так в России комфортно не сделать. Есть очень порядочные, приличные люди, которые мне донатят сотни тысяч фунтов, я покупаю медицину, о которых никто не знает, фотографии, как они выглядят, не знают. Сейчас попали под санкции, а, собственно, нет никакого цифрового следа даже, показать, где ты был не 8, а 15 лет, потому что намигрировал 15 лет назад. Вот, а де-факто просто, ну, никто не знает, какая у него позиция, потому что он публичный вообще никогда ни одного слова не сказал. У меня вопрос, Гарико, наверное, вообще говорить о бизнесе в этом году в Украине не имеет никакого смысла. Любой бизнес поставлен на паузу до победы, правильно мы понимаем? Меня сама тема удивила сегодняшняя, когда сказали вопросы, я высказал свое удивление, что мы будем говорить о бизнесе. Да, действительно, говорить о бизнесе сегодня не кошерно, немножко. Зарабатывать деньги тоже не очень красиво. Да, но, тем не менее, мы сравниваем, да, российских предпринимателей, украинских, украинских олигархов. Можно ли сказать, что их война действительно сплотила, и они одним кулаком теперь пытаются противостоять России? То, что я вижу, нет. Я знаю российский бизнес не понаслышке, я жил в России достаточно долго, и война вполне могла застать меня в России. Я никого не обвиняю, никогда не говорю, что кто-то должен выйти, заслонить с собой амбразуру, совершить какие-то действия. Каждый выбирает для себя. Но при этом я подтверждаю слова Жени, что многие россияне просто мне звонят раз в несколько месяцев и спрашивают, не изменились ли реквизиты. Да, а про украинских олигархов, украинских бизнесменов, что бы вы сказали? Украинские бизнесмены сплотились, я не могу сказать такое об олигархах, они каждый самостоятельный, вообще олигархи, им не свойственное объединение. Но каждый из них вышел на эту войну, насколько я знаю, и тратят огромные силы, средства на то, чтобы приблизить победу. Евгения, вот продолжая нашу тему, которую с вами начал Богдан, про то, что никто не может, нет выхода, нет возможности, все равно что-то держит, что-то мешает, что-то пугает. То есть это проблема того, что не доработать. Выход есть рискнуть. Рискнуть. Рискнуть, вы всегда можете рискнуть. Это зона комфорта, как я понимаю, из которой они боятся ходить. Да нет, страх из-за жизни тоже, из-за родителей, из-за кого угодно. Да-да-да, ну, можно на это все забить, гипотетически. Таких людей единицы, и их немедленно нивелируют. Кого запугивают, кто все бросает, уезжает и так далее. Ну, то есть люди, которые говорят, что вот в начале войны были разработаны как бы санкции и механизмы выхода. То есть нужно уехать, публично высказаться против войны, возможно, пожертвовать Украине, возможно, быть готовым давать показания. Это, в общем, только этот путь, он существует только у политиков для того, чтобы о нем рассказывать. Потому что реально такой путь фактически не работает. Ну, он у всех абсолютно индивидуальный, это абсолютно не формула. То есть это может быть любой набор из того, что вы сказали. Ну, тем не менее, да, здесь обсуждается именно, насколько тебя, как предпринимателя, который... Ну, так или иначе, мы все понимаем, что в России последние годы все бизнесмены сотрудничали с властью в тех или иных степенях. Нет. Ну, большинство. Я уверен, что там... Ну, есть сотни пиццерий, додо-пиццы, я уверен, что Федор Равчинников не сотрудничал с властью. Он остается в России, как я понимаю. Нет, это не обязательно делать. Если у тебя... Да, если у тебя бизнес, связанный с ископаемыми или с городскими или государственными подрядами, там ты не можешь. Да, и если это там с нефтянкой, если это совсем большой бизнес. Совсем недавно был конфликт компании Мерлеон, 3,5 миллиарда, по-моему, оборот. Там владельцев посадили, потом выпустили. Я не знаю, мне ничего не известно о коррупционной составляющей, но эта компания всегда занималась торговлей, и своими абсолютно никак с государством и с властью никак не сотрудничала. Нет, этого бизнеса меньше, все меньше и меньше, но он существует, и все еще есть миллиардные бизнесы, которые шарахаются и дистанцируются. Горик, извините, пожалуйста, еще небольшое уточнение для Евгения. Вопрос, насколько рады-то в целом, насколько гостеприимны, скажем так, были бы Запад к вот этим предпринимателям, которые бы рискнули и уехали бы. Потому что мы видим про аресты счетов, мы видим про... Ну, надо судиться, чтобы доказать все свое имущество и вернуть его себе обратно. Потому что, как мне видится, один из сдерживающих механизмов, это как раз были вот эти санкции против российского капитала. Ну, в Европе Европейский Союз совершал глупостей. В Великобритании совершил их гораздо меньше. Есть страны Востока, в том числе цивилизованного Востока, которые вообще не видят большой разницы между Россией и Украиной. И Россия, и их большой давнишний партнер, им совершенно плевать, что происходит. И деньги отлично внесите. Позвольте я отбасковать, если можно. Да, говорите. Если можно, я по тому же вопросу, который вы Жене задали. Конечно. Вы говорите о олигархах, мне кажется, а Женя говорит о бизнесе, о большом бизнесе, не связанном с государством. Да. И олигархи, они действительно чаще всего не могут отойти. Плюс у них возраст, это не юноши чаще всего, и им тяжело влиться в рыночную экономику, уехав. Хотелось бы вот рассказать, что бизнесмен Дмитрий Скурихин, известный тем, что расписывает стены своего магазина в Ленинградской области протестными лоссингами, провел одиночный пикет. Мы можем на него посмотреть. Прости, Украина. Скурихин является фигурантом уголовного дела о дискредитации армии. Конечно же, уже. То есть, понятно, что придут за кем угодно, бизнесменты или кто угодно. Я хотела спросить у Гаррика, в принципе, по экономике. Так же, как нельзя говорить сейчас, наверное, о бизнесе в Украине, сложно говорить о том, чтобы была какая-то экономика нормальной страны, нормально функционирующая, с нормальными экономическими показателями и так далее. Но можете объяснить нам, рассказать нам, как вообще живет с экономической точки зрения обычная семья в Украине, насколько там, насколько это сложно, насколько нет денег или от денег там ничего не зависит, насколько люди как-то поддерживают друг друга в этом смысле? Поддержка настолько сильна, что, наверное, никто не мог себе ее представить. Нет такого, что кто-то голодает, вообще нет такого. Очень много помощи в горячих точках в Киеве. Вообще, как бы, никто не голодает. А в горячих точках, действительно, количество волонтеровой помощи, как внутренней, так и западной, велико. Стараемся, чтобы никто не остался голодным. Не думаю, что речь идет где-то о выживании. Не у какой категории граждан. То есть, тех, кто остались без работы, например, если простой пример взять, им кто поможет в таком случае, в таком случае, в таком случае? В Киеве пообедать можно всегда, без денег. Да, Гарик, я хотел бы продолжить вот этот ваш ответ на прошлый вопрос касательно неповоротности, скажем так, российских олигархов. Но, тем не менее, мы же видим примеры, и, в общем-то, есть люди, которые готовы уезжать. И как раз мне казалось, что, ну, вот предприниматели, не крупный бизнес, им гораздо вот тяжелее то, о чем говорил Евгений Чичваркин, как я понял. У них гораздо меньше ресурсов, чтобы взять и уехать, нежели у тех же, ну, крупного бизнеса, у олигархов. Мне кажется, вы сейчас говорите о деньгах, а я говорю о другом. Олигарх – это же занятый рабочий день, это полная занятость. Он, приезжая в Европу, становится в его возрасте, с его бизнесами, которые у него были, которые непереносимы на Запад, он становится обычным пенсионером. И это страшнее, чем безденежье. Посмотреть, какую-нибудь менее рыночную экономику. Исключение, пожалуй, Фридман, и он попал под санкции и борется. Я уверен, что, может быть, уже после войны, через несколько лет, он все равно докажет свою невиновность. И, в общем, из-за того, что он здесь, с ним решили побороться. Вместо того, чтобы побороться с Газпромбанком, который получает деньги каждый день, и с прочими другими компаниями, с теневым российским флотом в 400 танкеров, которые разводят российскую нефть и миксуют ее под чужими флагами каждый день. И прекратить другие источники финансирования войны, а не личные деньги Фридмана. Вот они поборолись так, как им было проще, а не так, как было бы правильно. Чтобы остановить войну, нужно лишить Путина денег, а не людей, которые, бросив или рискнув потерять, все уехали. Наверное, даже хуже делать... По Фридману я его достаточно знаю, и он готовил всю жизнь себя к тому, чтобы было занятие, кроме денег. У него огромнейший круг интересов, широчайший кругозор. И то, что я говорил, ему не грозит точно. А деньги, ну, это уже такое. Я говорил, он, например, исключение. Его считали олигархом, хотя он, скорее, если у него было связи с властью, это скорее Немцов, а не Путин. С кем они приятельствовали, дружили. А Абрамович, Евгений? Абрамович это совершенно отдельный особый человек. Давайте начнем с того, что он очень умный, и он просчитывает на много шагов вперед. Это один из немногих людей из бизнеса, кого все еще может слушать Путин, кто вхож к Путину, и кто может с ним разговаривать, и кого будет Путин слушать. Одновременно с этим он в состоянии приехать в Украину, и его слушает украинская сторона. Он с первых дней пытался всех замирить. Понятно, после Буча это стало невозможно. У меня нет сомнений, что его чуть не убили. Ну, условная партия войны на переговорах, потому что не хотели этих переговоров. Потому что очень хотелось дальше поучаствовать в больших расходах и поучаствовать в больших бюджетах, там, Минобороны и так далее. Вот, поэтому мне, у него особая роль, особая роль. Вот, безусловно, он преданный Путину человек, доверенное лицо. Деньги заработал до Путина, и Путин никак этому не... Наверное, благодаря Путину он их сохранил, но этот человек прозападный, все равно ориентированный на Запад, которому война вообще просто абсолютно поперек горла, и вообще она не нужна. Все, что ему нужно было в Украине, он мог просто купить. Вот, будем предельно честны. У меня нет сомнений, что это абсолютно не кровожадный и никак не поддерживающий войну человек, который искренне, кроме того, что там условная партия мира очень хотела, искренне его были чувства, чтобы эту войну остановить на ранних этапах. Ну, очень кровожадная была та часть в погонах. Но, тем не менее, он искренне предан Путину идеологически, в смысле считает его хорошим, сильным лидером. Он присягнул ему 22 или 23 года назад. Он очень закрытая фигура, интервью не дает. Наверное, глубже это будут мои домыслы. Мы по его действиям, по всем его сделкам, по всем его переговорам, по всем его отчуждениям и инвестициям видим, что этот человек просчитывает вперед, как в шахматах Каспаров. Понятно. Дальше, чем остальные. Гарик, а у меня такой вопрос. Как вы считаете, должны ли западные санкции быть введены против всех крупных российских бизнесменов, не осудивших публично войну и не осудивших публично Путина? Возможно ли такое вообще теоретически даже? Ой, Гарик ушел из эфира. Тогда, Евгений, придется вам ответить за своего коллегу. Можно ли вообще теоретически всему российскому бизнесу, кто не осудил, всем санкции? Ну, это все равно, что если ты по национальности тот или иной, то ты уже виноват по национальности. Или у тебя паспорт такой, то ты виноват по паспорту. Есть сейчас и такое мнение. Это все национализм, да. Ну, это национализм, он неприемлемый ни в каком виде. Тем не менее, как вам кажется, что будет? Не будем брать олигархов, приближенных к Путину. Ну, понятно, наверное, что с ними будет, когда война закончится. Что будет с предпринимателями? Вот с этими, ну, не знаю, давайте этим же человеком, как овчинников. Вы привели пример Додо Пицца и ему подобным. Ничего не будет. То есть они будут продолжать делать дальше бизнес и, в общем, как ничего не бывало? Надеюсь, да. Надеюсь, им станет легче и они смогут его, наконец, растить и масштабировать. Получается, что нет смысла рисковать и выходить из России, потому что ничего после войны с тобой не будет. А если ты выйдешь, скорее всего, тебя арестуют или убьют. А еще до войны, возможно, мобилизация не только людей, а ресурсов. Подождите, подождите. Газ подешевел в шесть раз. А что если то же самое будет с нефтью? Подождите, еще не... Мобилизационная модель еще не появила себя в полный рост. То есть мобилизовать предпринимателей еще, возможно, будут в будущем, и это для них сейчас главный риск. Их ресурсы, их резервы, их деньги, их недвижимость, их машины. Подождите. Дойдет до этого, да? Сможет. Может, если не остановится раньше. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.